приехали выкопали вот точно так сколько человек наверно ну тел мы насчитали просто мне не видно было из-за деревьев ну тел наверно 18 может даже больше я не знаю захоронили батюшка здесь был не больше нечего сказать это мы видели и все сотрудники больницы это видели как это делалось кто захоронен конкретно мы не видели знаем что просто так людей ложили подожди подожди что-то лопата мы не знаем с 27 мая работал эксперт который зафиксировал 125 трупов которые привозили ему в судминэкспертизу но это не конечное количество многие трупы боевиков закапывали прямо в огородах в лесах могут быть другие захоронения но захоронение вот такое демонстративное в центре города рядом с памятниками оно одно у нас есть показания гражданина которого террористы заставили работать в качестве похоронной команды он показал что только он один захоронил 52 трупа на кладбище по ночам сколько таких людей было и выполняла такие поручения террористов мы еще не знаем а украинцы предстоит сейчас все это восстанавливать потому что мы не знаем в каких могилах лежат террористы в каких могилах лежат невинно замученные жертвы есть огромное количество заявлений о пропавших без вести гражданах вот в том числе можем найти здесь в этой могиле могут в том числе быть и могилы попавших без вести или взятых в плен украинских военных или милиционеров вот там кстати стоят сейчас родственники родственники они да видно камеру говорить не будут это братья вот эта семья повенко два брата которых погибло их там 8 человек два брата здесь и дядя стоит в очках вот они стоят видео огляд поновлено 17 годы на 22 хвилини надеяли на пакет филого кольору с перевязкой фиолетового кольору который помещается до черного пакета для подальше подальшего огляда огляд закинчено 17 годы на 23 хвилини что-то так руки связаны часы 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 да вы знаете видите и часы были в как когда милиция работает здесь работают сводные отряды милиции привезенные сюда из киева из других регионов украины и мы восстанавливаем работу милиции первый день когда войска пришли сюда на работу пришло ли всего лишь каждый пятый милиционер то есть 20 процентов остальные или пропали да или сбежали их нет надо понимать осталось только только 20 процентов не человека 20 процентов да мы сейчас фактически будем выстраивать милицию заново заново донецкую милицию на сегодняшний день министр уволил уже 1700 милиционеров из 16 тысяч донецкой области донецкой области донецкой области да уже 10 процентов милиционеров мы уволили в но что многие из них просто пропали не не самая большая часть была активными сторонниками террористов многие просто боятся но если те которые были откровенными предателями местная милиция работа помогала террористам есть отдельные милиционеры которые помогали террористам нельзя говорить что все такими были я сейчас еду меня познакомят взятым сейчас под стражу подполковником милиции из города сдержинска который был террористом вместе с террористами воевал и которые два года был наркоманом это уже известный факт то есть при януковича брали на высокие командные посты людей которые были отъявленными наркоманами почему потому что надо было чтобы эти люди готовы были выполнять любые преступные приказы также у нас сейчас под стражу взят старший лейтенант милиции из одного из городов донецкой области который занимался грабежом вместе с террористами у него изъято оружие у него изъяты награбленные ценности это тоже есть мы это не скрываем и в этом городе до событий сколько милиции сколько милиции всего я думаю до прихода террористов я думаю около 150 человек состав был 150 200 точно не знаю и сейчас сейчас здесь милиции гораздо больше здесь сводные отряды со всей украины здесь вот милиция из киева от ребят например из киева и так далее и так далее но есть спецотряды которые выслеживают террористов потому что многие из них затаились еще вот и так далее то есть работа по борьбе с террористом будет идти здесь годами так же как вы боролись с бен ладеном ну естественно везде просто все нужно правильно оформить по всему славянску будет раскапываться все могилы устанавливаться кто там захоронен естественно здесь могут быть и граждане россии без проблем конечно и когда российские террористы говорит что арестуют всех а вот он имеет ввиду что он с людям смотри что к людям заходят дома и говорят и вот стучал до молодой там это не так это неправда совершенно совершенно неправда мы собираем свидетельство граждан жителей славянска о том что им известно о их соседях действительно которые были террористами но это наша работа мы должны знать кто вел себя прилично кто брал в руки оружие убивал грабил насиловал погляд поновано 17 година 16 хвилин виявлено мешок белого кольору завязанный завязки номер 4 который помещается на пакет чёрного кольору та виймается для подальшого огляду огляд закінчуется 17 година 18 хвилин чуть-чуть ну как узнать потому что у него дырка в голове и все так узнать так узнать вот вот значит тех террористы которые убивали людей вплоть до пожизненного заключения тех кто убивали тех кто просто грабили и вот кто-то стоял на блокпостах да без оружия например к нему мы не можем применять никаких санкций тех кто брали в руки оружие это статья незаконный оборот оружия если человек сотрудничает со следствием то только то что он брал в руки оружие боеприпасы если он будет помогать сдавать своих сообщников я думаю у него будет условный срок то есть не стоит задача пересажать в тюрьму весь донбасс ни в коем случае стоит задача найти тех негодяев всех национальностей всех видов гражданства которые убивали насиловали грабили совершали тяжкие особо тяжкие преступления против личности против собственности которые взрывали заводы взрывали мосты так далее все они должны быть наказаны